Насекомые атакуют дома и офисы. С каждым днём их численность лишь растёт. Как переиграть осу, если она уже свела гнездо под твоим карнизом? В сети появляется всё больше видео настоящей войны с насекомыми. Несмотря на угрозу расправы, незваные гости прилетают полакомиться остатками пищи и нередко остаются навсегда. Ситуация усугубляется в августе, когда насекомые размножаются и создают гнёзда для зимовки. Гнездятся они в подходящих, достаточно укромных, тёплых, сухих местах. Это чердаки, даже чердаки наших обыкновенных многоэтажек. Если они есть, там какие-то технические этажи, это вполне всё пригодно для ООС. Под карнизами, ну, разумеется, замечательное место гнездования для них – это старые постройки, деревянные дома, которые ещё сохранились в некоторых районах Казани. Чего точно не стоит делать, так это ворошить осиное гнездо. Эксперт Казанского университета советует не трогать насекомых. Но если они мешают жить, обратиться в специальные службы или устранить осиный дом, соблюдая меры предосторожности. Желательно сделать это не тёплым полднем, а где-нибудь после заката, когда активность насекомых снижается. Начиная с литка, с отверстия, закрыть гнездо, ну и потом, в конце концов, просто оторвать его от основания, пользуясь толстым слоем влажной ткани, которую не смогут пронзить жалом насекомые. Яд осы – сильный аллерген, вызывающий анафилактическую реакцию. Самые опасные укусы в район лица и шеи. Они долго не проходят, могут привести к отёку языка и гортани, а так недолго и задохнуться. Считается, что смертельная доза яда для человека равна 500 тысяч укусам. Но даже если вас укусило две осы, врачи советуют не заниматься самолечением, а обращаться в больницу. Ариадна Кугушева, Фарид Захит Аглы, Универньюс.